Саша великан пришел? Бух, бух, бух. У тебя как жизнь-то садилась? Здравствуйте, ребята. Всем передаю привет. Очень важно для меня. Стоп, у меня. Стоп, гортань. Что ты поедешь со мной за золотом? Да, да. Боливар двоих увезет? Твой да, твой да. Я хочу в нем прокатиться. Сейчас пошел на пилораму. Что, я шабашка? Мускулы развивать вызывают. Разгружать что ли что-то? Нет, загружать был. Татар. А, вчера которые стояли? Земляки. Нет, мы сегодня утром приехали. Там вчера две машины где-то вставили. Этот желтый завтра загрузился, а денег-то не прислали, стоит. Денег не прислали, стоит. Разгружать надо было. Не все деньги прислали, но это не важно. Ребята, самое главное, не тереть надежды. Вот. Ну, я сидю вообще неадекватен. Ну, но я подозрительно трезвый, подозрительно. Как никогда. Как никогда. Ну, в ту фуботу я никогда не забуду. Забленную курточку свою. Про дозабаду никто не знает. А, ты не укладывал? Нет. Ну, ребята, я заранее извиняюсь. За свое поведение. Ну, не о первых, не о последних. Всякое бывает. Всякое бывает. Ну, перепел, есть такая птица. Все, попрощайся. Хэви метла, ребята. Так, я тоже позавтракаю. Две зразы тут. Салат какой-то. Непонятный. Что у нас человек вышел? 153 рубля. Жить можно. Все, всем приятного аппетита. Ну, продолжаем. Самая популярная техника в деревне. Мотоблок. Ты чего уже чермет провез? Сколько сейчас килограмм стоит? 15. А где-то у них было 15.50 они поднимали. Там по-разному могут принять. А, у меня тоже? Ну, меня пока не вывезти. Жду, когда растают. О, у тебя тут на 2000 рублей. Сразу. Где-то регистры утащились. Ты нового в этот год купил? Ну, недавно. Японский опять? Не, Китай. Китай. Как название? Ты умеешь ли читать того? Не. С этой стороны. Лифан, наверное, что как обычно. Нет, электэч. Между прочим, Тольян. Сразу же тебе говорю, протягивай гайки через месяц. Все я тянул уже. А лучше на фиксатор резьбы. У меня мотобур вот этой фирмы. И плюс коса у меня. Поработали месяц, все болты потерял. Потом на фиксатор посадил. Все протягивать надо. Все пробовал. Которые ни один не пытаясь. Нет, в двигателе все откручивается вот этой фирмы. Я уже на синий фиксатор съел резьбы. Тогда нормально. Что это у тебя? Охлаждай-ка? А масло? А что у тебя с маслом? Как он заливается. Ну, как сделано, интересно. Ресурс сколько у двигателя? Пять лет. То есть гарантия год. Общая работа пять лет. С ремнями или просто? Нет. Вот рост у тебя без ремней вроде был? Почему? У меня все с ремнями. А что ты здесь кожух убрал? Да гремит больно, шумно надо так. А-а-а. Я преработался, блядь, шумно больно. Такой. Сережа куда-то побежал. Сережа, да. Ремни-то, смотри, у тебя. Трутся? Ах, они. Какая-то херня сделала. Я этот ролик ослабил, он, блядь, сам по себе бежит. Поднял снова. Жрать ремень начался. А это ремни на месте. Ну, я ей доложил долупсовывать. Они доложны. А, ну, у меня самоход идет, блядь. Так я не мог понять, в чем причина. Маши его. Собака. Собака. Бывает собака. Хороша техника. Стрелители, конечно, у тебя большие. И сколько тогда стоит? Десять, то есть, двадцать три. Тысячи? Да. Рублей. Без тележки? Без тележки. Да, для деревни самый раз. На весны это есть у тебя? Крайски маленькие. На другом это блоке. Это рычаг я нашел, переделал, нафиг. Чтоб не тянуться. О, смотри, да, тут у тебя. Это он, Кава. Все. Скорость не переключаешь, что ли? Ну, скорость не переключаешь. А, понял, ты удлинил ее. Я удлинил ее. Смотри, да? Стартер есть? Вон, сбоку. А это что за кнопочки где? Это про утилогон. Ага. Насцепление, а это газ. Сколько лошадей? Семь. Кубатура какая? Нет, что-то я не понимаю. Литр. Литр тоже. Литр. Ну, сейчас мне литр много в эту рыбу. Ребята, смотрите. Деньги. Деньги реальные. Что ты? Сделаю топор из этой штуки. Ручку? Да. Обух. Крылья. Тележка самодельная. Веселая. Пошел на работу. Давай, давай, Саша. У тебя Толя борт расстегнулся. Да, потеряешь? Батареи так. Потеряешь или сломаешь? Батареи потеряешь. Да, не закрывается она тебе. Все уже. Ладно. Загнешь сейчас. Ну, тут у тебя нормально. Килограмм 500. Где-то балку еще взял несущую. А я хотел садить сюда. Ага. Килограмм 500. Ну, давай, заводи, покажи, как он хочет. Давай, давай. Фурычит с первого раза или нет? Ну, давай. Ну, давай. Ого, толкай, Саня. Все, забуксовал. Роет. Роет. Ну, и Толя нагрузил. Хе-хе-хе. О, поехал. Еще, Саня, чуть-чуть. Полная блокировка. Ну, нагрузил. Сережа. Собаку боится. Ну, что ты наелся? Саша, убирай собаку. Хе-хе. Она никогда не на дом не обращается. Я, Сережа, когда боится, когда нет. Странная. А, он не обращается. Че, пойдем. Вот такая у нас техника. Вездеходная. Многие спрашивают, что Ниву не взял. Вот, ребята, у меня вот этот квадроцик. Ну, и тот тоже был, да, кто давно на канале. Он за место от трактора у меня. У меня же тележка есть. Прицепные у меня две тележки к нему есть даже. Понимаете? Я когда дом ремонтировал, я все на квадроцикле. Песок, стройматериалы. Я все привез с карьеров. Ну, сами все видели. Кто там давно на канале. Весь мусор он у меня возит. Во дворе на нем заедешь прямо во двор. Можно развернуться везде на Ниве. Ты, во-первых, там нароешь. Во-вторых, она все-таки не такая громоздкая. Ну, громоздкая. Это трактор натуральный. Мини-трактор. Да? Только скоростной. Ну, и считайте. У сороковки 40 лошадей. Здесь 75. Все многофункциональные. Ну, и плюс задачи свои дела. Для нашего хобби на вашей Ниве далеко не уедешь. Но есть места, где дорог просто нет. Классимает. Нету просто дорог. Да? А пробраться можно вот только на этой технике. Я знаю. Тут же, наверное, так, что кто дорогим отциклы покупает, так же можно говорить. Зачем ты отцикл взял? Взял бы машину лучше. Машина у меня была. Зачем? Плюс к машине мне надо инфраструктуру сделать. Подъезд, гараж, ворот откатные. Опять же, деньги и время. Да и нужды особой пока нет. Со временем. Так что только квандеранцик. Чайку еще сейчас попиху. Сережа сидим. Сережа, передай привет. Не знаю, солнце бликут. Видно ему, они вены. Сейчас еще попью, еще поеду дальше по делам. Вечером едем. Квандерцик я буду снимать. Наверное, завтра покажу. Закину, посмотрим, что там сделали. Все покажу. Так, сейчас мы проверим уровень масла. Там такие скандалы идут тут. Так, сначала в коробке посмотрим, что у нас. Приезжаю. А, в сервисный центр я покупал. И крышку говорю, покажите, как эта крышка снимается. В сервисном центре говорит, а зачем тебе туда лазить? Я говорю, ну как, вот же надпись. Проверять уровень масла в силовом агрегате перед каждой поездкой. Он говорит, понял. О, ништяк. Полный уровень. Женщина у нас вот пьяная выступает. Так, тут сапуны интересные. Сейчас вам покажу. Погодите, масло проверю. Интересный сапунчик идет. Между прочим, раньше их не было. А потом они стали делать, я так понял, это между подшипниками с этого помпы, чтобы разряжения не было, да? И походу они для этого сапун сделали. Так, сейчас в движке посмотрим масло еще. Лью масло я SFMoto оригинал. Наверное, пока я его и буду лить. Сюда я промотуль посмотрел. Не понравилось мне. Так, уровень, уровень. Нормально посередине. Посередине самый раз. Так, закручиваем. Удобно сделали? Кто-то в комментариях писал, вроде в коробке масло сразу же сентетикулей. Типа оно неравномерно прогревается, и какую-то там ересь начали нести. Странную. Я так и не понял, к чему. Причем тут прогревание масла, и коробка. Так, вот сапун стоит. Идет он с этого. С помпой. Вот помпа. Дальше. Так, показываю заново. Вот стоит помпа, да? Видно тоже она под красочкой. И вот с нее идет дренаж. Трубку надо потом куда-нибудь туда вверх убрать. Но пока она, в принципе-то, я так понимаю, тут между подшипниками, да, расстояние, которое стоит двигатели и помпа. Это двойной подшипник такой хитрый идет. И, чтобы его не выдавливало, я так понимаю, что они сделали раздряжение между ними, двумя подшипниками, вот, идет сюда это, сапунчик. Может, не прав кто-то, скажите. Между прочим, у меня на пятисотке вот этого нету сапуна, но я купил, у меня вторая помпа валяться для пятисотки, уже сапуна не поставили. Только он вот здесь где-то выходит, в этом месте. И я так понял, наверное, дренаж, ну, разряжение, чтобы не было давления между подшипниками. Дальше, видим, с фильтра идет здесь, если тут жидкость, фильтр и бот, или масло там выкидывает движок, да, здесь уже бот с капот, можно слить бот, и все. Дальше, это сапун с коробки идет, интересно какой. Тоже оставлю, хотя можно и вверх вывести. Видим, что масло, радиатор масляный стоит, тоже. Все четенько. так, работает как часы. Нормально. Готово. Ага. Паркинг, смотрите, как это интересно сделано. Выходит, вот там коробочка распределительная, и уже тросиками, тросиками уходит на суппорта. Также вот этот колпачок был, слетевший, резиновый, в одной этой стороне. Когда я купил, он болтался здесь. Натягиваться довольно тяжело. Я его натянул и силиконом брызнул, чтобы не трескался, на всякий случай. Эти идут пластиковые, уже не резина, а пластик. Ну, сейчас на автомобилях применяют пластиковые, говорят, что они не трескают. нормально. Так, с этой стороны что вам еще показать? Больше тут особо нечего. Громкозащитная, все нормально. Также в двигателе видим много отверстий непонятных, резьбовых. Везде прослеживаются, да, я так понимаю, здесь можно ставить тыркалку, вот под нее стоит. Много там модификации подразумевают. Дальше видим, там технологическое отверстие с резьбой. Здесь движок может по-другому крепиться, тоже отверстие. Здесь везде отверстия не задействованы, не заглушены. Интересный движок такой. Многофункциональный. Вот отверстия тоже вот там не заглушены. Видать, ставятся они там на машинке везде и по разным креплениям у них защита разная, походу, идет. я так понимаю. Нормаленько. Че, вот надо этот сапун удвинять, не надо? Как вы считаете? Все четенько идет. Здесь немножко перекошено надо ослабить и выпрямить. Ну ладно, пусть пока так будет. Замечательно. Все. Датчик спидометра, посмотрите, интересно реализован. Вот он стоит. И здесь на валу идет, он не видно, но я вижу здесь флянец наварен на валу там. Как показать даже не знаю. И на флянце, на этом выреб прорезь есть. Вот там, и этот датчик, этот прорезь считывает, километраж. Интересно сделаем. Вот здесь тоже какая-то заглушечка стоит. Непонятная. Мануальчика вообще в интернете нету по нему, только книжка по эксплуатации, а полного мануала нету. Не знаю, как там, что устроено, посмотреть бы по книженце. Может, у кого есть, скиньте в файле, в PDF или ссылочку. Прикрепите в комментариях, где можно про этот движок почитать зазоры, какие-то допуски у него. Интересно мне все это. Фильтра ставятся здесь тоже реализованные. Непонятно, нет бы, сделали не в крышке дырочку, да, вот я его был, а и отливку с дырочкой. Масло лишнее согнал, чтобы подвижку не убежать, потом откручивать это все. Вот как на 500-ке у меня сделано риска, да, выдавливать. Специальный болтик, чтобы эту крышку выдавливать, а не вытаскивать ее. Здесь также будем делать болт. Открутил, масло слил, тут подставил сюда, потом уже крышку снимаю. Тоже реализовано, не знаю, недодумано чуть-чуть. Хотя, обыкновенный пользователь сегодня должен лазить, конечно. Это все проблемы сервисных центров, но все равно. Так, на сегодня все, бложик закончен. Вечером поеду в шиномонтаж, там поснимаю еще, посмотрим завтра выложу. Может быть, что-нибудь. На сегодня пока все. Всем пока, удачи, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok